Сегодня на обзоре двухслойный сапборд с Алиэкспресс, который позволит вам получить новые эмоции от отдыха. Привет, меня зовут Паша, и сегодня я вам расскажу о своей покупке, которая изменила качество моей жизни, а также отдыха. Я вам расскажу о характеристиках данной доски, о комплекте и что в него входит, а также поделюсь нюансами эксплуатации и хранения сапборда в гараже зимой. Давайте приступим! Смотрим характеристики данного сапборда. Он выполнен из двухслойного ПВХ, что обеспечивает его прочность и долговечность при эксплуатации, а также обеспечивает вашу устойчивость на воде, даже если у вас большой собственный вес. Его длина составляет 3 метра 50 сантиметров, ширина 84 сантиметра, а высота 15 сантиметров. При этом вес доски всего 10 килограммов. Перед началом эксплуатации необходимо произвести накачку данного сапборда. Оптимальный уровень давления составляет от 12 до 14 паскалей. Проконтролировать это давление можно с помощью манометра, который установлен на насосе, который в свою очередь входит в комплект данного сапборда. На этой доске дополнительно устанавливаются три плавника, которые улучшают его подвижность, управляемость, а также устойчивость на воде. Под ногами наклеено антискользящее покрытие, которое поможет вам сохранить равновесие, устойчивость во время движения, если вы стоите на ногах. Данное покрытие выполнено очень качественно, и за год эксплуатации и зимовки в гараже в минус 20 сохранило свой первозданный вид. Не выцвело, не порвалось, не покоцалось. Для тех же, кто интересуется возможностью использования данного сапборда вдвоем, например, если вы хотите покататься с ребенком, либо со второй половинкой, или же вы хотите покататься с друзьями, я хочу поделиться с вами своим опытом. Мы с женой катались на этой доске вдвоем одновременно. Наш общий вес составлял 140 килограммов, и доска без проблем справлялась с такой нагрузкой. Она легко управлялась, устойчиво держалась на волнах, а также ее большие размеры позволяли нам вдвоем с нее нырять, а также загорать на ней одновременно. Давайте рассмотрим комплектацию данного сапборда. Первое, что в него входит, это рюкзак. Он выполнен из очень прочного материала, который похож на брезент. В него удобно помещаются все компоненты сапборда. Я имел опыт переноски данного рюкзака с сапбордом на расстояние более двух километров. При этом никакого дискомфорта я не испытал. Второе, что входит в комплект, это сам сапборд. Он выполнен из двухслойного ПВХ, что делает его максимально прочным и долговечным при эксплуатации. По бокам имеются кольца для крепления дополнительных аксессуаров. Например, вы можете с помощью них закрепить детское кресло. Также стандартно идет сетка. В ней я, как правило, закрепляю воду, камеру и другие дополнительные предметы, необходимые при плавании. Третье, что входит в комплект, это плавники, которые обеспечивают устойчивость и маневренность доски на воде. В комплекте их три штуки. К каждому плавнику на веревке закреплен фиксатор, который позволяет надежно закреплять этот плавник к вашей доске, чтобы он не потерялся во время движения. Четвертое, что входит в комплект, это весло. Оно выполнено из алюминия. Оно очень легкое. Оно раскладывается на две части и надежно соединяется между собой металлическим фиксатором. Верхняя часть имеет возможность удлинения в зависимости от вашего роста. Кто-то отдельно себе покупает весла из карбона. Их цена неприлично кусается, и она сопоставима с ценой всего комплекта данного сабборда. Меня в целом стандартное весло устраивает полностью. Оно показало свою надежность в более чем 40 заплывах, как в длительных, так и коротких, как в штиль, так и в сильные волны. Поэтому я дополнительное весло покупать не собираюсь. Пятое, что входит в комплект, это насос с пластиковым шлангом. На насосе установлен манометр, который показывает давление в сабборде. Сам насос очень и очень легкий. Шестое, что входит в комплект, это дополнительные запасные части. Такие, как ремонтный набор. Они вам пригодятся в случае непредвиденных ситуаций. Допустим, если вы прокололи вашу доску, либо у вас произошло спускание сабборда через клапан. Седьмое, что входит в комплект, это спиральное крепление для ноги. Оно обеспечивает вашу безопасность и предотвращает уплывание доски по течению, либо при сильных волнах. Мы с его помощью соединяем вас с саббордом между друг другом и ныряем с них. Благодаря этому методу доска становится более устойчивой. Доски между собой при нырянии не расплываются. А также позволяет придать саббордам дополнительную устойчивость во время ныряния. Восьмое, что входит в комплект, это водонепроницаемый чехол. Он позволяет сохранить ваше оборудование, защищая его от воды и повреждений. Я храню в нем телефон или ключи от машины, или дополнительные батарейки для своих камер GoPro либо Insta360. Это будет длинный блок. Я рекомендую его посмотреть полностью, так как он убережет вас от ошибок, которые я допустил в процессе эксплуатации сабборда. Как накачать сабборд? Есть несколько простых способов. Первое, это использовать ручной насос. Второе, использовать автокомпрессор через переходник. И третье, воспользоваться специальными компрессорами для сабборда. Они приобретаются отдельно. Конечно же, самый простой способ, это использовать комплектный насос. Он умещается в рюкзак, он мобилен и не требует от вас наличия электричества и дополнительного места при транспортировке. Но у данного способа есть свои недостатки. После 10 паскалей давления, качать сабборд становится все тяжелее. С 13 до 14 паскалей нужно упираться всем весом, и с вас выйдет реплота, пока вы дойдете до заветной цифры давления. Это не является проблемой, если кататься очень редко, или же если у вас всего одна доска. Но при наличии нескольких досок, а также при частом катании, вы начнете задумываться об облегчении жизни, так как если вы накачаете два сабборда подряд, то вам, в принципе, уже не очень-то хочется кататься, и кажется, что отдых испорчен. Давайте теперь поговорим про второй способ накачки. Это переходник для автокомпрессора. Такие продаются на Али. Я его тоже купил и думал, он решит мою проблему. Но не все так просто, как я себе думал. Если пытаться накачать сабборд с помощью переходника с нуля, то, как правило, автокомпрессор перегревается. И даже если он у вас очень мощный, он не рассчитан на прокачку такого огромного объема воздуха без остановки. Но какое есть решение у данного способа? Вам необходимо до 60 паскалей качать ручным насосом. Это примерно 2-3 минуты легкой прокачки. Далее мы подключаем переходник с автокомпрессором. И он спокойно докачивает. Но подчеркну еще раз. Не все модели автокомпрессоров могут докачать необходимое давление. Поэтому вы должны ручным способом подбирать давление, которое вам необходимо будет накачать сначала ручным насосом, а потом уже подключать сабборд. Это делается в результате экспериментов. Давайте рассмотрим третий вариант. Это использование специальных компрессоров, которые предназначены для накачки сабборда. Их нужно приобрести отдельно 2 штуки. Первый предназначен для накачки надувных матрасов. Мы его используем для того, чтобы нагнать воздух в течение минуты в сабборд и придать форму самому сабборда. То есть основной большой объем воздуха мы накачиваем этим насосом, когда нет еще большого сопротивления при накачке. После этого мы подключаем насос, предназначенный для накачки конкретного сабборда и докачиваем необходимый нам объем. На этом компрессоре можно выставить необходимое нам давление, достигнув которое, он просто перестанет накачивать вашу доску. Почему нам необходимо использовать два компрессора? Можно ведь использовать один компрессор, который предназначен конкретно для накачки сабборда. Да, это можно сделать, но я вам рассказываю способ, который вам позволит продлить жизнь вашему специальному компрессору для сабборда, который стоит намного дороже, нежели компрессор, предназначенный для накачки надувных матрасов. Прошлым летом мы катались очень-очень часто. Погода была теплой, и я просто офигел качать два сабборда в плюс 30 на жаре под палящим солнцем. Поэтому я сначала купил переходник, а потом специальные компрессоры. Возможно, вам мой совет сохранит деньги и заставит подумать, стоит ли покупать переходник для автокомпрессора, который при накачке может сгореть, и вам из-за этого придется покупать новый автокомпрессор. Более подробно про компрессоры и переходники я расскажу в следующем обзоре и также расскажу о дополнительных аксессуарах, которые я приобрел. После того, как вы покатались, вам нужно спустить ваш сабборд. В хвосте доски имеется клапан с крышкой. Чтобы накачать или спустить сабборд, нужно открутить крышку и нажать клапан. Я целый месяц катался на сабборде и спускал его как полный нуб. Держал палец на клапане и таким образом спускал. Потом просил жену держать, а сам скручивал этот сабборд и выгонял остаток воздуха из доски. И как-то раз при спускании меня кто-то отвлек, а я случайно повернул палец внутри клапана и понял, что клапан зафиксировался, и таким способом его можно спускать. Тогда в тот момент я про себя подумал, это фиаско, братан. Вот такие, казалось бы, очень мелкие нюансы, которые очень сильно облегчают жизнь при использовании сабборда. Но это не самый большой абсурд, который со мной случился в процессе эксплуатации. Я при спускании понимал, что можно как-то спустить доску, не держа палец на данном клапане, потому что если использовать одному, то как-то же его нужно скручивать. Как вы думаете, что я сделал? Я достал ключ из аварийного набора пластиковый и открутил клапан целиком, который посажен на клей с оборотной частью, которая упала внутрь и запуталась в паутине ниток. В общем, я нажил себе кучу геморроя. Я приехал домой, начал читать, смотреть всякие обзоры, как отремонтировать данный клапан. В итоге я все починил без проблем. Но я заранее вас предупреждаю, что черный пластиковый ключ предназначен для починки клапана, если он у вас спускает либо травит воздух. Как спустить доску? Первое, мы откручиваем крышку. Второе, нажимаем на клапан и поворачиваем его в сторону, чтобы он зафиксировался. После спускания воздуха скручиваем сабборд, чтобы выгнать оставшийся воздух. Начинаем скрутку с противоположной от клапана стороны. Для начала регулируем весло под свой рост, а также длину своих рук. На весле есть два фиксатора. Первый соединяет обе части между собой, а второй фиксирует необходимую нам длину. Гребсти веслом нужно так, чтобы выгнутая часть весла оставалась впереди доски. Часто вижу людей, неправильно ставящими весло при гребле. Итак, как начать плавать, чтобы не падать в воду? Первое, что нужно сделать, это попробовать поплавать на коленях. Это легко и получится практически у всех. Я рекомендую так поплавать хотя бы минут 20, чтобы понять, как ведет себя доска при гребле, как она ведется на волнах, как отклоняется, как поворачивает, и как держит устойчивость и сохраняет ее. Далее вы можете попробовать встать на ноги. Но я рекомендую плавать стоя, только при небольших волнах и слабом ветре. Иначе вас просто-напросто опрокинет в воду. Также переходите на колени, если рядом проплывают лодки или гидроциклы, или ветер резко усилился. Многие при первом катании пытаются сразу начать плавать стоя, не удерживают равновесие и падают в воду. И из-за этого возникают проблемы с катанием. Чтобы не допустить этих проблем и пропустить эти трудности, воспользуйтесь рекомендациями, которые я до этого перечислил. Когда вы заканчиваете плавать, всегда подплывайте к берегу передней стороной доски и не заплывайте на сам берег, чтобы не повредить плавники с сабборда. Как правило, когда глубина воды примерно по колено, я схожу с доски, а потом руками затягиваю сабборд на берег. Перед спусканием и укладкой саббордов в рюкзак в течение 15-20 минут я рекомендую просушить сабборд на солнце. Но перед этим спустите с вашей доски давление. Как и где хранить свой сабборд? Если вы собираетесь хранить свой сабборд при постоянной плюсовой температуре, то можете это сделать в сложенном виде в рюкзаке. Я же храню свой сабборд в наскачанном виде в гараже. Давайте расскажу о нюансах хранения на морозе. Давление в нем должно быть примерно 40-60%. При этом даже в минус 20 градусов сабборд не дубеет, остается таким же мягким. Доска сохранилась в первозданном виде. Расцветка не выцвела, антискользящее покрытие не отклеивалось и клапан не спускает. Поэтому сабборд можно спокойно хранить в гараже, либо на балконе в минусовую температуру и не бояться. Зачем вам сабборд? На этот вопрос очень сложно ответить. Давайте я вам расскажу про положительные моменты и плюсы, которые я смог определить для себя. Первое – это отдых. Если вы приехали на пляж, а там очень много людей, негде лечь позагорать, либо когда вы купаетесь, это все похоже на лягушатник, один человек на другом, то сабборд позволит вам почувствовать свободу. Вам достаточно немного отплыть от людей. На сабборде вы можете просто поплавать, позагорать, либо же понырять. Второе – сабборд расширит границы восприятия всего, что вас окружает. Когда мы катаемся на велосипеде или мотоцикле по тем же привычным местам, что и на автомобиле, мы испытываем абсолютно другие эмоции. Аналогично этому и сабборд даст возможность взглянуть на привычные места совершенно иначе. У нас Волга проходит по всем районам города, и это уникальная возможность увидеть его с абсолютно других ракурсов. Третье – это возможность путешествовать. Мы берем палатки, сплавляемся и ночуем там, где придется. Все, конечно же, зависит от ваших желаний и предпочтений, а также ваших хобби. Четвертое – польза для здоровья и спорт одновременно. Во-первых, вы испытываете серьезную физическую нагрузку, которая укрепляет ваш организм. А нахождение продолжительного времени на природе делает ваш иммунитет крепче, улучшает состояние нервной системы. Все плюсы перечислить просто невозможно. Я брал с собой сабборд на море и плавал вдоль Черноморского побережья. Это классный опыт и возможность взглянуть на береговую линию совсем иначе, и это очень сильно разнообразило мой отдых. Замечали ли вы, бывают года, когда ты не замечаешь, как они пролетают. Оп, и год пролетел, и ты даже не заметил. Я вывел для себя простую аксиому. Чем больше всего нового ты привносишь в жизнь, новые места, новые увлечения, новые поездки, новые хобби, тем длиннее ощущается прошедший год. В конце него кажется, что он шел так долго, и так много всего можно вспомнить, что происходило в этом году. Во взрослой жизни мы уже не сможем так, как в детстве, все лето напролет, целыми днями играть в футбол, или кататься на велосипеде, или играть в бобинтон. Нам это очень быстро надоедает. Я стараюсь делать свой отдых как можно разнообразнее. Заказывал данный сабборд на Алиэкспресс с доставкой из России. Курьер привез домой через 4 дня. Комплект был полный, упакован в большую картонную коробку. Ссылку на продавца, а также данный сабборд, я оставил в описании к этому видео. Рекомендую вам от себя обязательно попробовать этот вид активного отдыха. Для начала вы можете взять сабборд в аренду. Итак, если вам понравилось данное видео, подписывайтесь на канал и не пропустите следующего ролика, в котором я расскажу об аксессуарах, которые я приобрел для данного сабборда. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а также оставляйте свои комментарии и задавайте вопросы о данном сабборде, а также о том, как вы катаетесь на сабборде, а также делитесь своим опытом эксплуатации. Спасибо, что посмотрели данный ролик. Всем пока!